Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В эти минуты завершается 16-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Мозорская славя заканчивает матч на своем поле с Минским Динамо. Напомню, этот матч был перенесен из-за участия минчан в матчах первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. На выходных также прошли поединки 23-го тура. В субботу Гомель ездил в гости к Торпедо Белас. Матч закончился поражением зелено-белых 2-0. Счет открыл на шестой минуте Игорь Кузьминок. Во втором тайме у гомельчан не получилось сравнять счеты и выйти вперед. А вот Валерий Горбачик реализовал момент на 54-й минуте и обеспечил Жодинскому клубу победу. Второй представитель области Мозорская славя также не смогла порадовать своих болельщиков победой. Красночерные уступили с минимальным счетом Городей. Единственный гол забил Артем Архипов на 81-й минуте. После 23-го тура в турнирной таблице по-прежнему лидируют Бреская Динамо, Батэ и Шахтер. Славя на 11-м месте, а Гомель на 15-м. У представителей нашей области 23 и 18 очков соответственно. Сыграны матчей 22-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге. Светлогорский химик сыграл по нулям с Оршей, а Речицкий спутник на своем поле уступил лидеру первой лиги Смолевичем. Что касается третьего представителя области, локомотив встречался с НФК Крумкаджи. Матч закончился минимальной ничьей. Сначала на 24-й минуте счет открыл железнодорожник Алексей Гудов, а затем на 65-й минуте гомельчанин Алексей Кравченко установил баланс матча, забив автогол и подарив одно очко Ворона. После 22-го тура тройка лидеров неизменно. Смолевичи и Белшина с 43-мя очками, а также локомотив последний отстает на 7 баллов. Спутник занял строчку чуть ниже у реческих футболистов в активе 36 очков. Химик на 10-й позиции. Сыграны очередные поединки экстра-лиги чемпионата Беларуси по хоккею. Хоккейный клуб «Гомель» проиграл юности. Счет открыли хозяева льда в первом периоде. Во второй 20-ти минутке команды не порадовали своих болельщиков голами. В завершающем периоде гомельчанин Александр Скоринов сравнял счет. Однако в овертайме победу оформила юность. Матч закончился со счетом 2-1. В это же время «Металлург» боролся за победу с Могилевым, однако удача была не на стороне волков. Первыми открыли счет «Могилевские львы», затем «Лебедев» из «Металлурга» сравнял счет. На 17-й минуте Могилев забил гол и на перерыв команды ушли с перевесом в сторону хозяев. Второй период завершился с аналогичным счетом 2-1. Шайбы забили Козинов и Слыш у Могилева и Соломонов у «Металлурга». В третьем периоде никто из команд не оформил гол. После финальной сирены счет на табло был 4-2. Завершились матчи четвертого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. В субботу Светлогорский ЦКК одолел Щучин 4-3. Гомельская «Быче» победила УВД «Динамо» из «Гродно» 3-1. В воскресенье гомельский ВРЗ встречался с Борисовым 900. Ни одной из команд не удалось склонить исход поединка в свою сторону. Открыл счет Рогачев из ВРЗ. Затем борисовчане не только сравняли счет, но и завершили первый тайм со счетом в свою пользу 3-1. Однако вагоностроители не сдались. Во втором периоде «Лемешко» и «Прокопец» сравняли счет. А «Лемешко» еще и заслужил звание лучшего игрока. После финального свистка на табло горели цифры 3-3. По результатам четвертого тура с большим отрывом лидируют «Минский дорожник» и «Столица». Замыкают тройку гомельской «Быче». У них 12, 10 и 10 очков соответственно. Светлогорский ЦКК шестью очками на пятой позиции. ВРЗ разместился на строчку ниже. У вагоностроителей на бал меньше. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова